Клянемся, давая знания, учить детей добру, воспитывать их достойными гражданами России, любимой Кубани. Для этих педагогов новый учебный год уже начался. 300 молодых специалистов со всех районов Кубани принимают присягу, а после поздравления от первоклашек. Вчерашние студенты теперь учителя, но боевое крещение в школе еще впереди. А сегодня их и остальных коллег пригласили на традиционный всекубанский педсовет. В Драмтеатре Краснодара тысяча работников образования, еще 6 тысяч на прямой видеосвязи из муниципалитетов. В холле театра дети демонстрируют последние достижения науки, которые теперь применяются в каждой школе. Мы исследуем продукты на наличии в них тетрадок и записываем наблюдаемые реакции в бланк. Вот перечисление всех продуктов, вот наблюдаемые реакции. Вот, посмотрите. Вот мы капаем сюда дефиламин, чтобы посмотреть. Вот, посмотрите. Вот это есть тут нитраты. Это укроп. Нет нитратов в огурце, яблоки и помидоре. Они с дачи. Вы так все-все делаете по-взрослому? Да. Можно действительно, я думаю, дома тебе мама, папа будут доверять, да? Человеческий капитал во многих странах – национальное достояние. Именно за мозги компании и государство конкурируют между собой. В России сфера образования выведена в разряд главных государственных приоритетов. Что касается Кубани, то здесь каждый третий рубль идет на образование. При общем весе казны в 190 миллиардов, 67 тратятся на школы, детские сады, вузы и так далее. На протяжении нескольких лет краевая власть целенаправленно повышала зарплаты педагогам. И это остается главным социальным проектом для региона. С 1 сентября зарплата учителя в школе в среднем составит 27 тысяч рублей. А педагоги детских садов будут получать 20 тысяч рублей. И если сравнивать с соседними регионами, в Ростове учителя получают 23, в Ставрополе 20. И понятно, что мы среди соседних регионов, мы здесь лидеры. Но образ современного учителя невозможно представить себе без современной школы. Конечно, должны уйти совершенно очевидно прошлые деревянные окна и дворовые туалеты. Школа должна быть, конечно, комфортной и для учителей, и для детей. Поэтому считаю важным выделить на это в ближайшее время 1 миллиард рублей и закрыть проблему раз и на семя. АПЛОДИСМЕНТЫ Времена, когда учителя получали копейки, прошли. Но теперь и требования к самим преподавателям уже другие. Педагог должен быть примером для своих учеников и единомышленником для родителей. Лицо кубанской школы изменилось. В нее возвращаются молодые кадры. Учителя получают гранты, премии. Впервые 20 преподавателей Иньяза отправятся на стажировку в Лондон. Но в своем докладе вице-губернатор Галина Золина говорила не только об успехах. Она приводила пусть единичные, но очень яркие примеры. Как быть не должно. Вот на примере 17-й школы Василковского района. Каждый третий выпускник, подумайте, двоечник по математике. 11-й Б, учитель Борисова, 17 учеников занимается. 32 часа нагрузка для математика. Это астрономическая нагрузка, можно сказать. 8 учеников у этого педагога сдали на двойки. Это катастрофа. Это просто недопустимые вещи. Средняя зарплата по школе почти 25. Зарплата данных учителей больше 30 тысяч рублей. Погнались за часами, погнались за деньгами. О детях, подумать, забыли. В кубанских школах уже не считают компьютеры, интерактивные доски, автобусы. Этот экзамен, как выразился губернатор, уже сдали. К примеру, вот эта приморско-актарская школа откроет свои двери после капитального ремонта. Теперь в глубинке есть бассейн, спортивная площадка, новая просторная столовая. О таком ученики раньше и не мечтали. Сегодня это учебное заведение признано лучшим среди всех городских школ на Кубани. А что тебе не нравится? Все. Учитель, парты, сама школа, класс. Но в системе образования есть, конечно, и трудности. Главное для края – это нехватка мест в детских садах. Причем это проблемы не только мегаполисов, даже в станицах очереди. Еще одна важнейшая политическая тема – ликвидация очереди в детские сады. Бюджет этого года на решение этой задачи, только вдумайтесь, потратит 5 миллиардов рублей. Мы введем 10 тысяч новых мест. Это, конечно, не решит всех наших проблем. Однако, вы знаете, такую задачу поставил президент Российской Федерации. В 16-м году очередь в детские сады мы полностью закроем. Это приоритетная для всех задача, начиная от губернатора, заканчивая главой поселения. Но, несмотря на это, губернатор вновь напомнил, что нормой в кубанских семьях должно стать трое детей. Женщины не должны бояться рожать второго и третьего ребенка. Свои обязательства край выполнит, и очереди в детских садах будут ликвидированы. Семья Героевых из Кореновского района, рассказывает многодетный отец, свою программу «Минимум» уже выполнила. Роль отцов тоже нельзя умалять, потому что, видите, дома мама, она домашняя, заботливая, милая, родная, на всю жизнь причем. Ну, и папы не должны оставаться в стороне. Папа, все-таки, я так думаю, это праздник. Это вот хорошее настроение. Это походы, это поездка на море, это поехать поболеть за Кубань. Ну, это все вот формирует наших детей. Семья плюс школа – формула будущего Кубани. Это девиз нынешнего форума. И мнение всех участников едино. В воспитании ребенка должны участвовать не только педагоги, но и родители. Их сегодня впервые пригласили на Всекубанский педсовет. Неотъемлемой частью в образовании все-таки является семья. И я, как родитель, считаю очень важным вот эту формулу, которая была сегодня освещена. Семья плюс школа – это формула успешного будущего не только Кубани, но и России. Я представляю родительский комитет города Новороссийска. И мы очень рады, что в наше время сейчас идет такая развита направленность на сотрудничество школы и родителей. И вот завтра на нашей городской конференции, которая состоится в городе Новороссийске, будем рассматривать и продолжать эту тему в жизнь дальше. Сейчас уже мне очень помогает государство тем, что помогает воспитывать детей. Я со своей стороны тоже стараюсь как можно больше времени уделять школе. Моя старшая дочь даже пошла по стопам моей мамы. Она сейчас учится в педагогическом колледже. Поэтому, конечно же, выступление губернатора, оно вселяет уверенность, что моим детям в моем крае, в нашем крае будет замечательно. На педсовете сегодня были названы лучшие детские сады и школы края. Отметили и лучших педагогов за многолетний труд. Троим присвоены звания «Заслуженный учитель России». Все они работают в небольших школах в Тбилисском, Денском и Выселковском районах. Каждый вырастил ни одного кандидата наук, изобретателя, врача и журналиста.